Всем доброе утро, это очередной мой влог, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня очередной выезд, сегодня будем лавить вместе с Олегом Поедем в одно из наших излюбленных мест по одной простой причине, что предыдущий выезд был не самый удачный И как выяснилось, по всей Нижней Москва-реке уловы были далеко не фонтан Что-то с рыбой происходило, потому что погода в Москве очень сильно меняется Там от мороза где-то 5 градусов, температура сейчас плюс 3, плюс 4 Рыба в каких слоях находится до конца непонятно Единственное, что четко ясно, что на глубине 8-10 ее точно нет Попробуем поймать ее, по крайней мере все до этого получалось на глубине 5-4 Где хорошо плюют подлещики и платва Попробуем вот такую разнорыбицу половить Надеюсь, этот выезд будет очень позитивный, рыбный и успешный Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пока было темно, снимать было некомфортно, неудобно и ничего не видно Сейчас уже расцветает, мы с Олегом промерились У меня дистанция где-то порядка 20+, и одна дальняя это 40 У Олега там что-то вообще 30, то есть это где-то такой промежуток Соответственно мы закормили каждую же свои точки Кормушек по 5 закинули с живым компонентом сразу Посмотрим, что из этого получится, какая из точек начнет работать Сто и будем работать Погода пока тфу-тфу, все хорошо Даже ветер кончился, когда с утра приехали, ветер еще был Сейчас его нету, правда был один метр в секунду Сейчас его вообще практически нет, ловить удобно Как видите, без куртки на улице уже 4 градуса Надеюсь, погода зафиксируется и мы успешно половим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Платва? Да Я же говорил, тут ее что-то развелось много И она вот шустрее прибегает, чем подлещик Ну такая Маринских стандартов почти О, неплохая О, какая-то платва, но глаза не красные Белоглазка? Нет, белоглазку я тут недавно половил, она еще не приплыла Одну надо поймать Пока все стандартно Заработала ближняя точка На ней чаще всего и происходило Такая процедура, что первая прибегает платва Подлещики приходят уже гораздо позже Ну мы парни не гордые Посидим половим платву пока А потом займемся подлещиком Надеюсь, у нас и то, и то получится Ну это, по-моему, не платва Платва, что-то тяжеловато мне платва Не, платва Не, не платва, а что-то как-то совсем наваливает по-взрослему Подлец Поэтому тишина, короче Платва Свободна, приплы, подлец Подсак, подсак Зачем он нужен? Когда есть кресло Первый подлещик Как видно, не успели мы порадоваться хорошей погоде Начался дождь Ё-моё Дальняя точка пока Проявила себя двумя поклевками Но там какой-то зацеп дикий Уже один обрыв был Перемотал монтаж Попробую еще посидеть Но, как ни странно, какое-то течение То появляется, то выключается Буквально 15 минут Тормушка начинает ползать Пока работает только ближняк Сейчас еще чуть-чуть поколдую на дальнике И сразу иду работать с ближняком Там хотя бы мелкая плотва Подлещик редкий Там хотя бы как-то повеселее Ну такой Под 500 Слушай, ну прям 700 даже Оборвись, ади запутай Оборвись, ади запутай Тихо-тихо-тихо Ну да, слушай Прям под килошник Ну рассказывай Как обгонял, как подрезал Ты честь для катка делаешь Почему они у тебя клюют Ничего не делал Все то же самое Один красный Мотылик, один красный Опарик И все, да? Да, и все Красивый Больше ничего Никаких А поводок? Метр двадцать Я его даже не делал А толщина? 0,09 Красиво Живняк Понемножку, да? Да А опарыш вообще нет? Вообще не добавляю Я только вот горстку кинул Я его просто не осаживаю Только мотыль мелкий Так что как бы такие пирожки Полег уже наверно Подлещиков Три Вот один тут вообще прекрасный У меня пока всего один Но я все с двумя точками ковырялся В итоге я успокоился Дальняк бросил Потому что там был очередной отстрел Успокойся А не ты успокоился Вот Соответственно сейчас вот с ближняком Буду хорошо разбираться до конца Ковырять Подрезал опарыша Помню, что здесь неплохо это работало Но у меня поводок в восемьдесят Помятую прошлый выезд Не совсем это все ровно Бывают тычки, которые ничем не кончаются Хотя крюк очень легкий Вот это поклевка На одного мотылика Думал будет полотва мелкая Музыка Наталья Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Да, а мы тут насадки увеличиваем, пробуем от мелкой плотвы избавляться, а он на дно мотылька дергает. Нормальный такой маринский батон. Я ждал пока точка включится, после схода. А, ну да, ты же лещик хороший слился. Утки даже ржут. Да, тоже неплохой. Поклевка-то была сумасшедшая, говорю. Так же, как и первая. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Чего? Посмотри в корм. Опять, что ли? Да. Да, ядрит Мадрид. Ну, я с собой взял. Я тебе говорю, хочешь, верь, хочешь, не верь. Первые два часа мы уже отловились. Первый час, как было заметно, рыба достаточно хорошо отзывалась. Чаще всего это мелкая плотва. Она мешала. Пытались от нее избавляться как-то. Ловили на одного мотылика, на одного опарыша. В итоге, как бы, одна из самых хороших насадок на сегодняшний момент. И, правда, с долгой паузой. Это один мотыль, один красный опарыш. Больше ни на какие не поддается. С хорошим таким дубинизмом минут по пять простреливаются подлечики. Наконец, мелкая плотва куда-то делась. Либо подлечик ее тупо выгнал, потому что крупнее. Или просто колдовство на этом закончилось. И мы уже начали, как видно, в корме уже практически живого компонента не осталось. Я уже работаю просто на одном корме. Мелкой плотве делать на нем нечего. Мелкого мотыля в нем нету. Она не задерживается. А подлечик проще находить насадку на таком фоне. Но вот пытаемся опять что-то разлавливать. Клюет реально плохо. Сейчас вот как раз 12 часов щелкнуло. Пока активность не очень. Пытаемся понять, где кто. Всякие порошки пошли уже в путь. Один из порошков у Олега опять сработал. Ну, посмотрим, что будет дальше. Если это сработало в одной рыбе, то это называется не сработало. Сейчас попробуем дальше поразбираться. Рыба есть. Реально с насадкой надо постоянно, как всегда, все менять. Меняешь насадку, получаешь поклевку. То есть, один мотылик, колечком, чулочком, два мотылика, мотыль с опарышем, просто опарыш. Каждая такая вот замена насадки приносит одну-две рыбы. Поэтому засиживаться нет смысла. Пытаемся живым компонентом работать. Больше, много, больше, меньше и так далее. Думаю, что наплачем что-нибудь еще. Пока преобладает все равно мелкая платва. И она не дает подходить подлещику. Поэтому, если насадка прошла ярус и лежит на дне, в течение минуты нет поклевки, надо сидеть дальше и поклевать подлещику. Продолжение следует... Угу, хозяин водоемов. Вот Сергей Александрович кого-то завалил. Опять холодовство с насадкой. Сделал уже просто мотылика колечком. Сверху закрыл опарик. И вот тогда у них получается одного этого мотыля стырить. Вот такой польщик попался. В поклевке, как всегда, палка там чуть-нибудь прогиб. Очень сильно отличается от плотвинок поклевок. Вот такой, смотри, вот корм ест. Видно. Что тебе не хватает тогда? Где остальные? Для тех, кто не в курсе, я покажу, как колечком одевать. Для этого обязательно нужен очень тоненький крючок из тонкой проволоки. Это вот прям в самую голову мы втыкаем. Видно, что он даже еще живой остался. На большом крючке из толстой проволоки так не получится. Обязательно нужен легенький из тонкой проволоки. Чуть-чуть его подворачиваем. Такая сложная насадка, но зато своровать ее из крючка проблематично. Получается вот такое колечко. Для мотыля, который вымывается из грунта, это практически такое классное положение, в котором, если даже щепотку кинуть в воду, будет видно, как они все сворачиваются кольцами. Поэтому рыбе это нравится, но не всегда, если честно. Сейчас это неплохо работает. Потому что приходится пробовать и то, и другое. Даже колечко, которое закрывали опарышем, все равно умудряется как-то это колечко через опарыша, с другой стороны крючка, рыба как-то умудряется все равно обдирать. Поэтому каждый раз мучаемся, подбираем вот эту насадку, которая будет хорошо реализовывать рыбу. Сейчас вот без опарыша чисто колечко принесло подлещик одного. Сейчас плотва попалась, мелкий подлещик, клюет вот опять с разгону. Практически только кормушка упала, поводок еще даже не коснулся, получается, дна. Уже что-то дернуло. Рыба эпизодическая, то есть постоянно на точке не стоит. Либо приходится выжидать, либо часто перезабросы как-то ее активируют. А я, наверное, опять мимо, или это мелкая плотва опять села. Подлещик, дай. Хороший, слушай, у тебя там поводок какой-то 28-й что ли? Ты их на глиссер так таскаешь. Поводок? Ну вот как раз видно, вот это кто нам мешает, а вот это кого мы выжидаем, как у Оливия. Поэтому приходится воевать с мелкой плотвой для того, чтобы поймать вот такого подлещика. Ну, изначально задача была ясна, поэтому решили воевать себе на пользу. В итоге ловим и плотву, и подлещика. Ух ты! Похоже на какую-то солидную плотву или некрупного подлещика. И опять мотыль-колечко. Вот такой у Олега посолиднее экземплярчики. Опять верхняя губа за самый-самый краешек. Крючок легкий, он его не чувствует. Пытается губами мотыля прижать. Получает укол. Крючка хорошего отгамакаться. Продолжение следует... Четыре пятьсот ровно! Аптека! Офигеть, ты поймал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 5850, короче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, наша рыбалка подошла к итогу. Пришлось поколдовать, повоевать. Но, тем не менее, смогли мы разловиться по подлещику. Хотя он, наверное, был сильно против. Но, тем не менее, успехи у нас есть. Плотва есть крупная. Как вы видите, такая чуть не баринского стандарта. Рыба хитрая, сложная. Но рыбалка тема интересна. Что каждая рыбалка, это индивидуальный подход к рыбе в данный день и в данное время. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Все, всем пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова